Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего сообщения – гепатолентикулярная дегенерация. Первое описание было дано в конце XIX века Карлом Вестфалем, который выявил грубые неврологические нарушения у пациента, думал, что это рассеянный склероз. Но на вскрытии никаких бляшек гимилинизации в голове не было обнаружено. Его написал как псевдосклероз. Через 6 лет, в 1898 году, фон Штрюмпель описал схожий случай и назвал это псевдосклероз Вестфаля Штрюмпеля. А в 1912 году Сэмэль Уилсон дал классическое описание заболевания, вошедшее в сокровищницу мировой неврологической литературы. В Советском Союзе Николай Васильевич Коновалов был ведущий специалист и в России называется болезнью Вильсона-Коновалова. За границей в основном болезнь Уилсона или Вестфаля-Уилсона. Называют заболеванием. Причина – это мутация гена на длинном причине 13-й хромосомы, которые гонтируют белок АТП-7b. И этот белок отвечает за связывание меди с роплазмином и уведение избытков меди с желчью. Соответственно, мутантный белок не может делать ни того, ни другого. Медь накапливается в организме, в первую очередь в печени, а может накапливаться в почках, в глазах, в хрусталике, в головном мозге, в подкорковых ганглях в первую очередь и так далее. Заболевание досонно-рецессивное, то есть мутантный ген. Один аллель передается от отца, другой от матери. То есть в обоих аллелях должна быть мутация для развития заболевания. Ну и вот мы здесь видим кольцо Кайзера-Флейшера, накопление меди по краю радужной оболочке глаза. Это, конечно, классика. Здесь очень выражены изменения. Вот, пожалуйста, наше наблюдение из манеки. Кольцо Кайзера-Флейшера, накопление меди по краю радужной оболочке глаза. Это, в общем-то, в наше время уникальные данные. Ну, как видите, классика не стареет. Вот такой мелкоразмашистый тремор у пациентки. Конечно, вживую лучше видно, чем на видео. Получает 6 таблеток купринила и 5 таблеток цинка в сутки. Вот другой пациент, тоже давно верифицирован диагноз. Вот мы видим такой тремор при выполнении пробы. При рисовании спирали. Вот здесь пациент с более грубой симптоматикой, такая вот ригидность, оживление сухожильных рефлексов. В общем-то, это такая истинная болезнь. Для Вильсона Коновалова, так сказать, клинически развернутая. Раньше большинство случаев были примерно такими, которые мы видели. Сейчас все-таки относительно меньше таких случаев. Вот МРТ пациентки. Вот мы видим здесь изменения в стволе мозга. Накопление за счет накопления меди. У меня вот здесь такие кружочки. Face of Giant Panda или лицо гигантской морды. Гигантской панды за счет накопления меди вокруг базальных ганглиев. Вот это классика, что мы видим на МРТ. Ну вот, как видите, опять же, в реальной жизни мы можем увидеть классические изменения. Есть разные формы поражением печени, еще обычного в детском возрасте, с быстрым прогрессированием, печеночный достаточно, летальным исходом. Неврологические, скажем так, формы, связанные с накоплением меди в подкорковых ганглиях. Как правило, в детском, подростковом, молодом, взрослом возрасте начинаются проявления, и они прогрессируют. Ну, классика – это вот ригидность, замедление рефлексов. Но проявления могут быть самые разные. И тремор, и гиперкинезы даже, и когнитивные нарушения вплоть до психозов и так далее. Все это мы видели у наших пациентов. Могут страдать и кости, и почки, накопление меди в хрусталике. Хрусталик становится такой желто-зеленый. Вот как очки устрашила железная дровосека все в зеленом цвете. Но здесь не столько зеленый цвет, сколько помутнение зрения, конечно, будет. В России вот все помешаны почему-то на определение циролоплазмина. Но если пациент не принимает лечение, а, так сказать, первичный, то надо, конечно, ему в первую очередь смотреть – это медь в моче. Медь в моче. Увеличена ее экскреция. Повышение уровня меди в моче. Гораздо дешевле и показательнее анализа. Вот, соответственно, при разрушении печени повышается уровень печеночных ферментов. При биопсии печени там накапливается медь. Ну, сами понимаете, что если медь там не накапливается или накапливается мало, это не исключает диагноза, потому что, может, не биопсию местового участка взяли и так далее. ДНК-диагностика выявляет мутации в обоих аллеях гена. Да, и материнском, и отцовском. Сейчас ДНК-диагностика прекрасно развита. Можно весь этот ген посмотреть целиком до каждой пары нуглеотидов и оценить, есть ли мутация или нет. Количественная, пожалуйста, шкала. Да, ну, как и все количественные шкалы, они констатируют очевидное. Когда все признаки налицо, то диагноз установлен. Когда единичные какие-то признаки, то диагноз не установлен. Вот, но тем не менее, такие шкалы имеются, и надо проводить оценку пациентов, которые лежат в стационаре. Конечно, если есть что оценивать, если есть нормальные анализы, тем более биопсия печени и так далее. В плане лечения на первом месте диета, бедная, медью исключить шоколад, сухофрукты, орехи, сорта там некоторой рыбы и так далее. Медикаментозная терапия, золотой стандарт, пенициламин, купринил, который связывает медь и выводит. Препарка довольно плохо переносится. В ряде случаев артрит развивается и системные аллергические реакции. И парадоксальное ухудшение, когда от этого препарата хуже становится и усиливается симптоматика. В начале лечения такое неоднократно описано. Препараты цинка также назначаются, которые уменьшаются засуними меди в кишечнике. При фульминанно нарастающей печеночной недостаточности проводится пересадка печени. Ну, я, честно сказать, про такие случаи в России не слышал. Наверное, где-то делают. Наверное, в детском и подростковом возрасте, когда это прогрессирует. Здесь я не самый большой специалист. Вот на этом позвольте закончить мой краткий обзор. Напомнить про наши образовательные ресурсы на YouTube, в Telegram. Спасибо за внимание.